Ну что ж, всем добрый день, вечер, утро, времени суток, уважаемые зрители. Это подкаст, название которого еще не придумали. Всем здравствуйте и, как всегда, мы продолжаем знакомить вас с людьми с крайне интересными и полезными профессиями. Напомню, что меня зовут Александр Сериков, мой коллега-соведущий Александр Кухаронок. И сегодня у нас в гостях, вы не поверите, кто. Во-первых, красотка. Извините, сразу так скажу. Во-вторых, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, стаж работы более 25 лет, Карлович Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, прошу микрофон. Так, у вас, вот у нас огромный ваш послужной список, я просто читаю, здесь три страницы А4. Это меня вводит в некий диссонанс. Когда вы успели все это сделать? Я очень быстро, очень-очень стремительная. Во-первых, а во-вторых, я считаю, чтобы в профессии быть полноценной, нужно попробовать самые разные аспекты ее. Поэтому, когда я хотела, я эндокринологом захотела стать еще в институте, естественно. Ну и потом начала пробовать. Начинала с науки и практики, потом занялась образовательной деятельностью и до сих пор преподаю, кстати, в университете. Потом решила, что диссертация тоже будет не лишним. А ведь как правильно организовать службу, это тоже большой вопрос. Сто процентов. Я боюсь. Сегодня он у нас с этим были осеньки. И вот я поработала еще и организатором эндокринологической службы на самых даже разных уровнях успела. А сейчас я вообще в частной медицине плюс преподаю. Ну я вот смотрю, что у нас послужной список практически начинается прямо с 97-го года. И здесь фактически без передышек несколько образований, три. Высшая медицинская, специализация по терапии интернатура, специализация по эндокринологии. И здесь просто вау. Саша, на сбоку кто-то подобный. Нет. Это клад. Нет. Боюсь, что такой категории, профессионал у нас впервые в гостях. Я сама, когда написала это, все испугалась. Если честно. Потому что лет 20 я не обращала внимание, чем я занималась. Я просто все время куда-то бежала. И, в общем-то, у меня ж такое одно из кредо. Никогда не останавливайся. Прекрасно. И никогда не сдавайся, естественно. Ну это у многих. Вот сегодня я так же ехала сюда. Расскажем краткую историю, наверное. Мы были на съемках, здесь же снимали. Наталья Викторовна звонила Александру, Александр не смог поднять трубку. Что сделала Наталья Викторовна? У нее же куча дел. Она уехала. Конечно. Я бы так сделал тоже. Я ждала руль на 5 минут. Потому что думаю, значит, меня не ждут. Что здесь делать? Вы нас за это, простите, мы очень вас ждали. Мы, разумеется, позвонили в службу ГАИ. Перекрыли проспект. Развернули автомобиль. Да. И с сопровождением доставили обратно. Так и было. А потом мы проснулись. А потом я проснулся, и вот мы сидим здесь. Давайте сразу, поскольку у нас сегодня будет короткий подкаст, небольшой, потому что человек очень занятой, очень много дел и очень много людей, которые нуждаются в помощи. Сразу вопрос. Вот для наших зрителей, которые еще не в курсе, что такое эндокринология? Эндокринология – это все о гормонах. А что такое гормоны? Это невидимые вещества, которые вырабатываются разными эндокринными железами, которые зачастую очень маленькие, вырабатываются, выбрасываются в кровь и регулируют все в организме. То есть это, по факту, это самая важная наука, которая объясняет самые важные процессы в нашем организме? Я считаю, что да, потому что я эндокринолог. Хотя, конечно же, например, я бы сказала, что психические процессы тоже не менее важны. Вот я считаю, что эндокринология – это гормоны. Это то, что гормональные вещества, которые регулируют наше состояние путем каких-то воздействий через кровь. Есть еще соматика, есть наши органы, которые должны правильно работать. Это в основном функция уже. То есть это структурно-функциональные вещи. И есть психика, которая вообще регулирует все это. Поэтому есть такие три крупные системы, которые управляют организмом. Звучит масштабно. Масштабно. Но ведь даже психика, наша реакция на какие-то вещи зависит от наших гормонов в первую очередь. Да. И, кстати, у нас с психиатрами по этому поводу очень часто баттлы, потому что никто не знает, где заканчиваются гормоны и начинается психика. И наоборот. Поэтому вот где провести этот заборчик, на самом деле никто не знает. И мы настолько еще мало знаем о том, как эти процессы вообще регулируются. И вообще даже сколько есть гормонов. Вот, например, когда я начинала работать, может быть, мы знали о 50 гормонах. Сейчас их точно 150, а может и больше. И далеко не все мы можем определить. И даже те, которые можем определить, зачастую мы не можем правильно это интерпретировать. Поэтому это такая штука, за которой явно будущее. Но если в обычном обществе, в ТикТоке, на Ютюбе сказать про эндокринологию, не все сразу говорят про щитовидную железу. Да, есть такое. Но здесь же я смотрю, что у нас щитовидная железа, пара щитовидной железы, гипофиз, половые железы. Кстати, очень важно, об этом мы поговорим. Это все части нашего тела, вообще все. Но эндокринология. Вот вы говорили, что есть соматика, то есть органы, чтобы правильно работали. То есть эндокринологи не занимаются органами, которые вырабатывают эти самые железы. Почему занимаются? Потому что нарушение органов можно разделить на три группы. Первая группа – это нарушение структуры. Работают хорошо, но что-то структурно не так. Очень простой пример – это щитовидная железа. Если в ней есть узел, это почти никогда не сказывается на ее работе. Есть структурная проблема, как бородавка в щитовидной железе, которой надо разобраться, она делает что-то плохое в организме или нет. И по большому счету нужно исключить онкологические риски, на этом точка. А есть нарушение функции, когда орган, может быть, с виду даже и ничего, но работает плохо. И может быть снижение функции какого-то органа, повышение функции или дисфункция, то есть неправильная функция. Поэтому здесь есть как структурные изменения, так и функциональные. Про щитовидную железу мы знаем больше всего. И вообще во всей эндокринологии, если говорить, например, про Беларусь, такие страны постсоветского пространства, то вся эндокринология делится на диабет, щитовидную железу и остальное. Так вот, чтобы вы понимали, диабет занимает где-то 30% всей эндокринной патологии, щитовидная железа тоже около 40. Между прочим, в Беларуси каждые 10% имеют эндокринную патологию, как минимум. Началось. Но это же немного, это получается около 200... А, стойте, около 100 тысяч человек, получается. Всегда, когда врач в гостях, я начинаю волноваться. Мы начинаем говорить про какие-то вещи, я сразу думаю, это у меня... Что у меня в эндокринологии? Кстати, каждый студент Министитута переживал такую же проблему, когда начинаешь изучать новый курс, находишь половину заболеваний, которые ты изучаешь. Так что это нормально. Слушайте, но щитовидная железа понятно. Мы всё-таки... Мы страны СНГ, да? У нас Чернобыльская катастрофа была, и понятно, что у нас большинство проблем со щитовидной именно из-за радиации, наверное. Нет. У нас на самом деле большинство проблем как раз было из-за того, что у нас йод-дефицитный регион. Географически у нас дефицит йода. И с этим связаны основные вопросы со щитовидной железой, которые должны быть в нашем регионе. А Чернобыль к этому просто добавил. Вообще Чернобыль просто акценты расставил так, что мы стали к щитовидной железе относиться с очень большим предубеждением. Но это же правильно. С одной стороны, да. Но с другой стороны, когда приходит человек, у которого масса проблем со здоровьем, которые очевидны, а его волнует только маленький узелок в щитовидной железе, то сразу понятно, что, знаете, это как из мухи делают слона, а при этом слона не замечают. Хотя вот он рядом. И когда пытаешься этому человеку объяснить, что не это ваша проблема, он еще, да нет, я все знаю, это у меня все за узла в щитовидной железе. Наименьшее изол выбирается сразу, чтобы… Да, да. Поэтому Чернобыль, да, но что он нам по большому счету дал? Это рост рака щитовидной железы у тех, кто был детьми на момент аварии. Представляете, таких уже нет, кто был детьми на момент аварии. Ну да, уже время прошло. Почему нет? Так, ну да, они есть на самом деле. Но их не так много, чтобы какую-то статистическую там или… Ну, авария произошла в 86-м году, поэтому я думаю, что многие из этих детей, которые были детьми, они там нас смотрят прямо сейчас. Вот, например, я из Могилева, и наш регион как-то обошла вся эта история. Поэтому там, когда моих сверстников, которые переехали к нам туда, возили куда-то по лагерям, меня, например, это тем вообще не коснулось. Либо, как говорят врачи, я просто ещё недообследован. Ну да, а что, вы ни разу не обследовали щитовидную железу? Всё в порядке всегда было. Обследовали? Конечно. Ну, как всем детям всё провели, все исследования. Оказалось, что всё в порядке. А в взрослом возрасте уже? Нет. Что я тоже, наверное, нет. А как понять, что проблемы есть? Что? Да, вообще… А вот в том-то и дело, что проблемы со щитовидной железой почти никак себя не проявляют визуально. Поэтому лучше всего всё-таки её периодически чекап такой делать. Это довольно просто. Это нужно сделать УЗИ щитовидной железы, плюс определить как минимум тиреотропный гормон. Это главный показатель, который скажет, всё ли в порядке со щитовидной железой. Тиреотропный гормон. Если по УЗИ будут видны ещё какие-то изменения, может быть, врачи тогда подскажут более широкие перечни обследования. По большому счёту считается, что после 30-35 лет каждому нужно хотя бы раз проверить щитовидную железу. Если с ней всё в порядке, то дальше раз в 5 лет, к примеру. Женщинам это делается чаще и раньше, потому что всё-таки при планировании беременности или уже при наступлении её стоит убедиться, что со щитовидной железой всё хорошо. А как вот люди бывают, что что-то такие… Ой, у меня щитовидка. Ну, знаешь, как-то в народе поэтому… Болит щитовидка. Есть же такие люди простые. То есть это… Как они это понимают? Это какой-то диагноз-то или… С человеком что-то случилось, и он такой… Как это происходит? Просто понимаете, поскольку гормоны щитовидной железы влияют на всё в организме, поэтому очень большой соблазн списать всё, что происходит, на щитовидную железу. Особенно если в ней уже нашли какую-нибудь… Патологию. Даже не патологию, а какое-то нарушение структуры. Понимаете? Но на самом деле всё просто. Если какая бы ни была патология щитовидной железы, если с гормонами всё в порядке, а об этом мы уже, как вы уже выучили, выясним по тому, какой у нас уровень териотропного гормона. Если ТТГ в норме, даже могу сказать цифры 0,4-4, очень просто. Если он в этих пределах, значит, ваше самочувствие никак не может быть связано с состоянием щитовидной железы. Потому что есть два правила. Щитовидная железа может доставлять проблему, если она плохо работает, а это нам покажет ТТГ, или если в ней есть структурные изменения, которые каким-то образом настолько серьёзны, что они где-то что-то здесь давят, задавливают, мешают. А, то есть телевизорная железа, она не маленькая. Это самый большой эндокринный орган, хотя при этом она всего лишь до 18 мл у женщин, до 25 мл у мужчин. То есть малютка. Это вот 2 см. Это 2 на 2 на 4, вот такая бабочка. 4 — это её длинник. Коробок спичек. Совсем маленькая. И она так компактно размещена в области шеи, что обычно её даже не видно. Если её уже видно, то уже значит, что, скорее всего, она или увеличена, или же это такое строение шеи. Вот, например, у девушек с тонкой длинной шеей зачастую щитовидная железа видна, хотя она нормальная. Поэтому в такой ситуации надо сделать УЗИ и посмотреть. Я почти у всех всегда вижу щитовидную железу. Так, у нас опять в прямом эфире разговор. Да, у нас опять обследование в прямом эфире. У нас был пластический хирург. Из того, что вы пропустили, несмотря на наш подкаст. У нас был врач-нарколог. Мы убедились, что у нас нет алкогольной и наркотической зависимости. Потом врач-пластический хирург сказал нам, что после 35-ти нам следует сделать ряд косметических улучшений. И по талганатам был, но он ничего не сказал. Он сказал, что потом с нами разберётся. Да, самый умный доктор последний это называется. Да, да. Слушай, а у меня такая теория вот закрылась. Мысль в голову, что проблемы со щитовидной железой, они же тогда могут влиять на решение человека, на принятие решения, если это гормоны. То есть есть ли какие-то люди, которые занимаются принятием решений, управленцы, может ли оно влиять, проблемы со щитовидной железой, на принятие решений? Даже не так. Может ли человек себя вести неадекватно под воздействием своих гормонов? Конечно. Ну, это всё зависит от того, насколько выражены изменения. Потому что, к примеру, когда гормоны щитовидной железы повышены, их много в крови, человек становится таким очень активным. То есть повышается обмен веществ, появляется такая... Какая-то шикарная. Ну да, лёгкий тиреотоксикоз украшает женщину. Как говорят, блестят глаза, некоторая такая вот одухотворённость, энергичность и всё такое прочее. Но когда это доходит до крайней степени, когда, понимаете, человек пришёл к тебе на приём, задержка приёма одна минута, и он уже врывается в кабинеты, типа, я вас сейчас тут всех, то иногда понимаешь, что это не он, а его гормоны. Зато какой инструмент диагностический великолепный. Врывается дама, и вы такая, о, кого вас так показывают? Ещё. Такая дама обычно врывается, например, зимой в курточке совершенно летней, с голым пупком, ей всё время жарко. И такое блестящие глаза, влажная тёплая кожа и такая агрессия. Это похоже на мужчин на анаболик. Да, да, с тестостеронщиками. Немножко похоже на тестостерон, да. Слушай, так это получается, что… Ну, по-другому всё равно. Эндокринолог всегда отличит, это тестостерон или это тироксин. Надо ли ввести такое, чтобы эндокринологи проверяли людей на руководящих должностях? Да, ты как берёшь кого-то на руководящую должность, кроме проверки психического состояния, необходим ещё уровень гормонов обязательно проверить. Это мы какой-то чушь говорим, или это приближено к реальности вообще? Почему? Привести в порядок гормоны неплохо было бы для всех, не только для руководителей. Про тиреотоксиков скажу сразу, что это не очень распространённая патология, поэтому ради этого всех скринировать это не очень правильно. Потому что, ну, например… Так, давайте вот из всех людей проскринируем так, что с ними… Да, но затоги патиреоз – это распространённая патология, то есть дефицит гормонов. А что такое дефицит? Это вялость, апатия, сонливость, низкая энергия, всё время ничего не хочется. То есть, знаете, это уже… Это вопрос уже не, наверное, к ней к руководителям, потому что когда к такой руководителям подчинённым же кайф, правда? Никто тебя не гоняет, вообще сидит себе, пришёл на работу, спит. Можно опоздать, кофе попить. А вот когда твои подчинённые в гипотиреозе – это как-то так себе. Всё время их пытаться вызвать в них энергичное состояние – это тоже затраты сил довольно серьёзные. Поэтому убедиться, что у них нет гипотиреоза – это было бы неплохо. Круто. И, кстати, это довольно распространённая проблема. Всё-таки в целом в популяции это где-то 1-2%, ну, а в возрасте 40-50 и дальше – это уже процентов 10-15, то есть много. Да, да. Ты понимаешь, это получается, что… Мысль сейчас потерял свою. А, вот в компании вместо тимбилдинга, чтобы нанимать артистов, звёзд, можно просто «Ребята, мы с вами все вместе едем к эндокринологу!» И все такие «Да, наконец-то! Вот она наша страховка!» Можно в медицинскую страховку просто добавить, как пункт, реально крутой. Потому что мне сейчас просто пришла мысль, если эта штука отвечает за гормоны, это же вообще… Это орудие, это оружие, это можно управлять. Чем больше сил, тем больше ответственности. Да. Вопрос там такой. Написано у меня в вашем досье, что кроме того всего этого, чего мы перечислили, а там миллион всего, вы занимаетесь обучением принципами и правилом здорового образа жизни, модификацией образа жизни для сохранения укрепления здоровья, и профилактики эндокринных заболеваний. Да. Ну, поехали. Давайте расскажу. Давайте. Вообще-то, что касается модификации образа жизни, правильного питания и всего остального, как вы понимаете, это не задача эндокринолога. Правда же? В принципе, это задача любого врача, а вообще это нужно, чтобы воспитывалось в семье, ну, в социуме, в обществе вообще-то. Должно быть так. Почему этим занимаются эндокринологи? Потому что, во-первых, считается, что ожирение, которое является прямым следствием неправильного образа жизни, это эндокринная болезнь. Это не совсем так. Это относится к классу эндокринных заболеваний, но это просто обменное заболевание, которое может быть результатом некоторых эндокринных причин. Сразу скажу, что эндокринные причины ожирения занимают процентов 5, не больше всех случаев ожирения. А остальное? Остальное – это образ жизни неправильный. Остальное – Макдональдс. Но поэтому, вот смотрите, приходят к эндокринологу, потому что думают, что ожирение – это эндокринная проблема, и поэтому это нужно распутать, разбить. А второе – если мы не займёмся вот этим вот образом жизни, то тот лишний вес, который набирается у человека, он приведёт к вторичным эндокринным изменениям. Ожирение органов? То есть тоже цепная реакция? Ожирение органов, с одной стороны, это получается, да, печень страдает, поджелудочная железа, но это меня как эндокринолога меньше волнует, потому что на гормоны это не сильно влияет. Что меня волнует, это то, что растёт инсулин, развивается инсулинорезистентность, и дальше будет диабет второго типа со всем комплексом изменений сосудистых и прочих, то есть это прямой путь к инсульту, инфаркту и прочим сердечно-сосудистым делам. Дальше. Это половые нарушения, которые могут приводить к нарушениям менструального цикла и бесплодию женщин, к формированию синдрома поликистозных яичников. Мы же слыхали такую штуку. Что касается мужчин, то это гипогонадизм. Знаете такое слово? Что такое гипогонадизм? Это низкий тестостерон. А, то есть всё, теперь наконец-то стало понятно. Получается, что, смотрите, у нормального мужчины формируется его пиковая концентрация тестостерона где-то к годам 25. Саша, как давно это было за этот поезд? Это зависит от чего? Есть такое понятие, это же половая конституция. Это зависит от генетических ваших особенностей, то есть как это было у отца, дедушки и так далее. От некоторых средовых факторов, но больше генетика. Вот вы достигли своей определённой половой конституции, полового максимума. Потом идёт постепенное снижение, приблизительно на 1% в год. Ой, всего лишь. Так, это уже минус 10%. И поэтому получается, что чем выше вы достигли пика, тем у вас дольше это всё будет длиться, и дольше это не будет выходить за рамки нормы. Это вот такое изначальное правило. Поэтому как это всё произойдёт у конкретного мужчины, можно за собой, конечно, понаблюдать. У всех по-разному. Но лучше почти сдать. Общее правило такое. Но если к этому мы добавим ещё просто лишний вес в области живота, а для этого можно просто померить талию. Ну, у вас тут проблем нет, поэтому не надо вам мерить. Я женился у меня. Всё, плюс 5. Стресс. Ой, ну, плюс 5. Оборосточка важна уже. Ну, смотрите, если животик растёт, особенно если это 94 сантиметра и более у мужчины, это уже... Сколько? Больше, чем 94 талия. Ну, вам далеко. 88. 88 – это женский, кстати, норма. Да? Ну, это в данной ситуации шутка. Саня, ну, ты говорил. А он всегда говорил, что он набрал что-то. Набрал, я не набрал. Ну, 88 – это ещё приемлемо. А вообще абдоминальное ожирение – это 102 и больше. То есть если талия метр, то 100% абдоминальное ожирение, значит, много абдоминального жира. Что происходит? В жировой ткани тестостерон прекрасно превращается в эстрогены. А, женский половой гормон. Женский тип. Вот оно что. Это вот эти вот... Грудь условно появляется. Да, да, да. Так оттуда мышцы перестают расти, агрессия исчезает. Да. Вот, кстати, вы очень чётко рассказали все симптомы гипогоназизма. В принципе, есть ещё такой симптом, который я всегда люблю спрашивать у любого мужчины, который приходит на приём. Как часто вы бреетесь? О, так, а что здесь? Потому что если... Вот высокая половая конституция у мужчины – это какие люди? Невысокого роста, коренастая, с коротенькими конечностями. Ну, естественно, такие злобноватые. Такие с виду. Всё время в такой скрытой агрессии, с лысинкой рано появляющейся. И которые вот он с утра побобрился, пришёл в обед тебе на приём, и уже он... Да, да, да. Вы как будто... Вы сейчас писали любого таксиста из Адлера. Или московского продюсера любого. Да, 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 кстати, кстати. Он уже по телефону разговаривает. Да. А если вот такой интеллигентный, высокий парень, такой стройный, худенький, блондиный, который спросит, что ж как ты берешься? Ну, уже даже спрашивать не нужно, потому что понятно, что раз в неделю. То сразу понятно, что половая конституция – ну такси. Так, значит, у меня всё прекрасно. Мне уже надоело просто вот эта вся история. Я уже пошёл на, как это называется, лазерная депиляция, да? Да, да, да. Чтобы мне убрали, мне надоело бриться. Я такой, господи, просто триммер, всё, ничего не хочу больше. Значит, всё в порядке. Да, Сань, всё нормально. Мы очередной раз с тобой сэкономили на врачах. Да, всё про себя узнали. Так, хорошо. И всё-таки... Да, Саша, тебе вопрос. Да, да, давай, давай. Да, у меня вопрос был. Обучение принципам, правилам здорового образа жизни. Что же это? Где мы можем понять, с чего начать, понятно? А что вам понятно? Ну, окей, вот мы поговорим, нас мужская тема интересует, да? Питание вообще, это, мне кажется, первостепенная штука. Это номер один. Вот, кстати, очень часто люди бьются, бьются, что только они делают, чтобы привести всё в порядок. Потом начинаешь разбираться, человек просто базовое правило питания не выполняет. И он начинает их выполнять, и потом звонит и говорит, у меня там минус два за неделю. Здесь вся дисциплина, кстати, кроется. Вот есть Денис Семенихин, я его люблю смотреть, лысый такой дядь, тренер. Тот самый, лысый коренастый, сказал тебе, конечно. Но он двухметровый, он как бы выпрыгнул из этого шаттла. Ну, должно же быть всё подлиннее. Да, он сказал такой момент. Если к вам пришёл человек на собеседование или где-то, и, допустим, у него прозвенел будильник или что-то ещё, он достал из сумки, сырники какие-то в контейнере и начал есть, берите такого человека на работу. И он дисциплинирован в питании. Если человек дисциплинирован в питании, он, скорее всего, дисциплинирован во всём. Да, но мы сейчас узнаем правила того самого, как мы сказали, здорового питания. Какие базовые правила? Я люблю термин правильное питание. Дисциплинированное, правильное, разные вещи. Вы знаете, что ну, правильно оно и будет дисциплинированное. Просто дисциплина — это больше режим, наверное, правильно. А здесь же ещё и набор продуктов. Тут много нюансов. Посоветуйте нашим зрителям базовое правило здорового питания. Базовое правило надо начать с режима, естественно, питания. Вообще количество приёмов пищи в день, оно, конечно, варьировать может, но та норма три раза питаться, который... Минимум? Нет, максимум. А, а как же вот это дробное питание? Не больше трёх? Шесть раз в день? Не больше трёх. Нет? Я не знаю, кто ухитряется на нём иметь нормальный вес. Это только для тех, кому надо набирать мышечную массу, может быть, кому надо набирать. нас, короче, ввели в заблуждение, да, вот с этим, чем шесть раз в день? Ну, по чуть-чуть, но пять раз в день, шесть раз в день. Ерунда. Три раза в день. Это полноценный завтрак, обед и ужин. Да, потому что каждый приём пищи это выброс инсулина. Когда у человека уже набирается какой-то избыточный вес, у него инсулина в крови много. Ему не нужны эти дополнительные выбросы. И, понимаете, получается так, что человек поел, инсулин выбросился. Он приходит в норму не раньше, чем через три часа. Когда начинают впитываться полезные вещества. И получается, он ещё не снизился, а мы уже бах, опять вызываем его, опять рост. И поэтому, если для тех, кто имеет лишний вес и в области живота, у них явно будет высокий инсулин, его даже не обязательно проверять, для них очень хорошо подходит вообще интервальное питание. Я это не называю интервальным голоданием, но когда интервалы между приёмами пищи удлиняются больше, чем 4-5 часов. 4-5 часов – это стандарт. Если мы проснулись, позавтракали не позднее, чем через три часа, это может быть индивидуально, не надо никого заставлять, если он не может сразу завтракать, это не нужно. Но в течение трёх часов желательно, чтобы был первый приём пищи. И дальше через 4-5 часов три приёма пищи. Получится последний где-то приблизительно тоже не позднее, чем за три часа до сна. Вот это странное правило не есть после шести, я его не понимаю. Поддерживаю. Оно работает для тех, кто вот именно занимается интервальным питанием, которое выдерживает большие интервалы, чтобы обнулить инсулин. Для некоторых это работает, но я сразу говорю, что так невозможно жить долго, потому что это не физиологично. А как вы относитесь вообще к интервальному голоданию? Вот есть формула 16 на 8. 16 часов без еды и 8 часов с едой. Это позволяет снизить инсулин и позволяет снизить массу тела. Я такие примеры видела. Но ведь так же не будешь жить всё время, а модификации образ... Ну не будешь, ну правда. Но человек, то есть к этому нельзя привыкнуть. То есть это по факту то же самое, просто без завтрака. Вот с 6 вечера или с 8 вечера до 12 утра ничего не есть, например. Ну это же, не знаю, как человеку это сложно. Ну попробуйте сами. Я вот так и живу, получается. Да? Да. Ну не так давно, и у нас был гость. Гость я, кстати, наша Ольга, которая модель... Ольга Шатыко. Шатыко. Её 73 года. Она тоже врач. Она более 30 лет брала врачебные. Я не помню уже её всех регалий. Она сейчас модель-блогер. Молодец. И она вот очень хорошо выглядит. И она нам тоже рассказывает. Это она на кето. На кето-диете сделала. Как вообще? Это же... Ну это не совсем, наверное, интервальное. Это не физиологично. Кето — это другое. Вот я против таких вот... Того, что будет вмешиваться в метаболизм. Менять привычные какие-то вещи. Оно портит наши привычные гормональные взаимодействия. Как кето, так и интервальное. Хотя это сейчас наиболее модные тенденции для тех, кто хочет похудеть. Мода это или что это? Это мода. Это просто маркетинг-мод. Это работает сейчас. Это активно раскручивается. Я тоже эффект часто вижу. Когда человек получает эффект, ну иногда, нужно сказать, что победитель не судит. Его надо иногда похвалить, потому что он получил эффект. Но ему надо мягко объяснить, что ну хорошо, эффект получен. Теперь нужно просто... Вот ты получил новое, немножко обновлённое тело, которое ты хочешь сейчас поддерживать. Только давай уже это делать будем по правилам, а не по каким-то вещам, когда мы химичим. Понимаете? У нас кето и интервалочка, это всё мы немножко химичим, чтобы добиться результата. Конечно, если бы мы изначально не портили свою жизнь тем, что мы вот лишь бы как, извините, живём, спим и всё остальное делаем. Говорить всё так правильно? Ну. Да. Всё правильно. Хорошо, какие дальше правила? Вот мы выяснили режим. 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 То есть кушать каждые 4-5 часов, это нормально абсолютно. Да. Хорошо, интересно. Перекусы убираем. Убираем все перекусы. Все перекусы убираем. А если чувство голода возникает, терпим. Ну, скорректируемся на следующий день. Понимаете? Вот если вам не хватило, значит, вы подумайте, что вы не доели на прошлый раз. Просто лучше поесть нормально, даже если хочется... Вот мне некоторые говорят, так что мне вообще отказаться от сладостей? Ну, я объясняю, что вообще-то нормальный приём пищи может завершаться десертом. Да. Это мне бы хотелось услышать сегодня. Это супер. Если ты поел нормально и после этого съел немножко десерта, если это ещё и красиво, эстетично, и вообще так в компании хорошая, даже супер. Ты получил ещё и гормонное удовольствие. 100%. Потому что от еды же нужно получать удовольствие. Поэтому когда люди начинают есть одну курицу с гречкой, говорят, я уже ненавижу это. Я говорю, так а зачем вы едите то, что вы ненавидите? Еда должна доставлять наслаждение, как и многое другое. Правда же? Хорошо. 100%. Это пересеклось с тем, что мы говорили, где есть цель, а есть привычки. Так. Вот цель — это когда ты ставишься такой вот буст вот этот получит, да, такой похимически. Это цель. А привычка — это когда ты просто питаешься. Да. Вот смотри, раз в день ты не заморачиваешься. Ты знаешь, главное — съесть что-то утром, съесть что-то в обед, съесть что-то на ужин. Спасибо. Однажды я пойму эту мысль. Она сегодня дважды прозвучала. Она не сейчас, но позже или никогда. Следующее правило здорового образа жизни. Какое? Пить воду. Вот. А вот следующий предмет спора. За ваше здоровье. Значит, нам, я считаю, я читал много исследований тоже, что воды нужно пить от 2 до 3 литров в день человеку. Ольга Шатыка нам сказала, что необходимо пить, как она сказала? Вода для чего нам нужна? Для выработки энергии. Значит, её связывают с потребностями энергетическими. Значит, на выработку одной килокалории нужен один миллилитр воды. Это там цикл Крэпса и так далее, и так далее. Значит, мне... Моя суточная потребность – это полторы тысячи килокалории. Значит, мне нужно полторы тысячи миллилитров или же полтора литра. Вот это тот минимум, который я должна обязательно выпить. Она говорила так. Сколько, на самом деле, необходимо пить воды? Правильно. Ну, где-то в среднем полтора литра для обычного человека. Он столько выпивать должен, и столько же он выделяет с мочой. Ну, и с другими веществами, которые выделяют наше тело. Под, там... Вот. Кому-то нужно чуть меньше, кому-то чуть больше. Возможно, и есть такие нормы в миллилитрах на килограмм массы. Но в любом случае, знаете, на килограмм массы, если мы будем считать для человека, когда это считается на килограмм идеальной массы тела, на ваш рост. Ну да, если там 150 килограмм человек... Да-да-да, это уже будет перебор. Поэтому идеальная масса у нас у всех, с учетом того, что у нас размеры тела не сильно отличаются, поэтому где-то полтора литра, у кого-то чуть больше, у кого-то до двух. Три, это уже, вы знаете, что тут надо быть осторожным. Это при спортивных нагрузках. Если есть тренировки, то там до тренировки. Если из тебя начинает выходить уже больше, чем надо, ну, там через пот, через... Да нет, почки просто задолбутся все это. А, ну да, это нагрузка большая. И вот пьем мы только воду, понятно. Никакие жидкости другие, и все остальное — это еда. Ну, чай, например. Чай без сахара тоже можно пить. Кофе. Кофе без сахара, без молока, да. Считается. Все остальное — еда. Поэтому это важно понимать, потому что многие постоянно пьют соки и не понимают, что это просто простой углевод. Это сахар, да? Да, это сахар. А их вообще компенсируют еще над водой, я узнаю. Что если выпил чашку кофе, надо пить чашку воды. Ну, кофе безвоживает. Да. И потом еще чашку воды, получается, что ты выпил только одну чашку воды, получается. Да? Если ты кофе, вода и вода. Это получается только... Кофе — это все некоторые стимуляции, это какие-то наши тоже привычки, наше тоже некоторое наркоманство, понимаете? Сто процентов. Зависимость. Да, признаюсь. Не столько в этом нужда есть, сколько это скорее зависимость. А вот вода — в этом есть нужда. И хорошая привычка с утра проснуться, выпить стаканчик воды. Обожаю это дело, да. А какой вы пьете? Тепленькую, холодненькую, с лимончиком? Теплую иногда с лимоном. Теплая с лимоном — это вообще идеально, конечно, ситуация. Притом я пол-литра, литр сразу пиваю. Ну это вы уже, конечно, Александр. Я стою в позе пионера, у меня же жена такая смотря, я просто себя вот так вот вливаю. Это очень полезная привычка. И перед едой пить тоже полезная привычка. А как же говорят, что нельзя перед едой пить. И вот этот компот, который у нас после еды. Кто это придумал? Ужасное правило. Мало того, что мы это разводим, всё, что мы в себя загрузили, да ещё и сладкой водичкой. Перед едой полезно, что мы чуть-чуть даже и промакиваем все эти пути, как бы уважаем, смазываем, чтобы еда могла... Да, да, да. Вот пить утром и перед едой. Прекрасное правило. Прикинь, есть на сухую, ещё сухую еду. Если он гречку с котлетами... Запивать лучше не нужно. Если хочется попить чайку, то вот правильное правило тоже, знаете, вот как в старинные времена. Там пообедали, потом пошли где-то там потусили, а потом уже кофе подоилось. В старинное время потусили. Потусили. Пока вина. На променад потусить идёт. Хорошо, следующее правило. Так, мы про воду сказали. Пищевой мусор. Выбросить. Что это такое? Это чипсы, вот это вся... Фастфуд весь сразу вон. Сладости, особенно всякие тортики с кремом. Понимаете, там есть простые углеводы и ещё жиры, вот все эти маргарины, вся эта... А как удовольствие получают? Ну, гильдис говорит, Сань, фруктовый десерт какой-нибудь. Скушай ты мороженка с яблочком нарезанным. Ну да, вот такое получается. Я-то за. Но есть люди, которые, ну, взрослые, не знаю, там моя мама, не знаю, чьи-то родители, которые такие... Ну, у них же много, мне кажется, таких плохих привычек. Наверное, с тех времён, потому что, может, что-то не было, или были какие-то другие стереотипы. В наше время они прямо сейчас это всё компенсируют. Очень много едят копчёного, сладкого. Кстати, вот копчёное — это тоже пищевое мороженое. Да, и этим же людям как? Чем можно заменить? Ну вот, надо просто различать, когда ты ешь для удовольствия, а когда ты ешь для жизни. Понимаете? Вот иногда можно гадости для удовольствия, но надо понимать, что это... А подождите, получается, что? Эндокринология не против такого чит-милдея, когда мы можем позволить себе что-то этакенькое. 70 на 30, я же такое право. 70% времени питайся правильно, 30%... То есть можно по выходным и копчёного навернуть, и сладенького... Слушайте, ну живём же один раз. Согласен, согласен. И опять же, надо оценивать, как вообще функционирует ваш организм. Если всё в порядке, почему бы немножко не подходитесь? Кстати, да. Есть такое что-то интуитивное питание, я слышал. Нет, я против. Потому что я видела очень много людей на интуитивном питании, которые разъедались просто до таких размеров. Я так чувствую. Я так чувствую. Интуиция мне советует пиццу сейчас. Хорошо, следующее правило. У нас была еда правильная, вода, пищевый мусор убираем. Дальше. Дальше уже набор продуктов, качество продуктов. То есть как мы их распределяем на завтрак, обед, ужин? Ну, белки, жиры и углеводы, грубо говоря. Это 25-25,50. Да, согласна. Ну, естественно, что углеводы должны быть длинными. Кстати, вот тоже входит спор, от чего человек получает наслаждение. Всё-таки эндокринологи считают, что удовлетворение от еды и наслаждение нам всё-таки дают углеводы. Поэтому если будет та же самая кето-диета безуглеводная, то... А жиры? Кайфа нет. Мне кажется, она вкусненькая дает жиры. Ну, вот те, которые на кето-диете, они говорят, что да, жиры доставляют удовольствие. Потому что это жирная рыба. Классически всё-таки эндокринология считает, что углеводы это то, что нам даёт удовольствие. Поэтому углеводы в питании должны быть. Желательно, чтобы они были длинными. Это зерновые хлопья овсяные. Творог, зерновые. Какой творог? Нет, творог, нет, углеводы. Ой, господи, перепутал. Это цельнозерновая какая-то история такая. Макароны твёрдых сортов. Да? Так оно же вкусно, согласитесь. Согласен, 100%. Мне нравится. Аль денте особенно. А что в макаронах даёт вкус? Ну, в пасте давайте. Что даёт вкус? Соус. Как карбонару, когда мы едим. Соус. Второе, это мясо какое-нибудь, там где жирочек, допустим, от поджарочка, да, вот идёт. Допустим, ну, это как там карбонару. Ты обжариваешь бекон, от него остаётся жирок. Вкусно. Это же жир. Жир даёт вкус, получается. И вот этот, ну, карбонару без поджаренного бекона и определённого соуса, она уже... Понимаете, вкус и наслаждение, и удовлетворение, это не одно и то же. Вот. Разделяй и властвуй. А у нас небольшое переключение. Огромное спасибо нашему партнёру, компании Беттера, за то, что помогаете нам выходить в эфир и поддерживаете нас. Напомню, что компания Беттера это официальный беттинг-партнёр клуба Ювентус в СНГ. Объединяет технологии бизнес-спорт, чтобы дарить эмоции от азартных развлечений. Удобная навигация, понятный интерфейс, трансляции спортивных событий, прогнозы экспертов и эксклюзивные игры в казино. Кстати, всем новичкам Беттера дарит двойной бонус 50 рублей на спорт и 50 фриспинов в онлайн-играх. Переходите по ссылке на экране и забирайте. Кстати, вопрос у вас. Да. К вам такой. Сразу же. Да. Может быть, у вас в жизни были какие-нибудь случаи такой удачи? Какой-то выигрыш, может быть? Либо что-то повезло с чем-то? Вот прям такое шли-нашли что-то полезное. Наверное, было, но давно. Сходу не вспомню. Что же это? В последнее время таких все только потом и кровью. Поэтому не помню. Никогда не надеялись на какой-нибудь лотерейный билет или какой-то... Нет. Ну, наверное, это как в том анекдоте. Я бы дал этот выигрыш, но пусть бы она купила билет, да. А, ну да. Тот, кто не играет, тот не выигрывает. Да, вот я не играю уже. Все правильно делаю. А какой-нибудь спорт смотрится, например? Нет. Вообще никакого? Никаким спортом не интересуетесь? Ну, вот так, чтобы смотреть, нет. И не болеете ни за какую команду, ни в чем? Нет. Это прекрасно. А какие у вас хобби-увлечения? А, кстати, какие хобби у эндокринолога? Когда Наталья не занимается медициной? Ну, во-первых, у меня столько всего... Последнее хобби мое было — это докторская диссертация. Знаете, это еще то хобби. Не плохое хобби. Всем желаем таких хобби. Это садомаза хобби, я бы сказала. Не для эфира вообще, но как-то так. А вот для расслабления я люблю сауну, бассейн. Это все как-то все равно связано со здоровьем. То есть могу ли я сказать, что ваше хобби — это здоровый образ жизни? Ну, я грешить тоже немножко люблю. Можно я не буду про это рассказывать? Конечно же нет. Конечно же не вязать себе побыстрее. Это только выпуск начинается с этого, по сути. А тебе, Саша, тебе везло в чем-то вообще в игру? Слушай, ну, на самом деле мне повезло, что я... Это сейчас, конечно, как реклама прозвучит, но мне нравится, что БТР делает в Беларуси. Они развивают киберспорт, а я фанат киберспорта. И они мне дали возможность вести большую часть киберспортивных мероприятий. И я прям кайфую. А что это такое? Компьютерные игры играют, и это стало спортом. У нас в Беларуси совсем скоро признают киберспорт официальным видом спорта. У нас уже строятся арены. То есть то, что раньше было детскими играми, то, что мы в детстве играли, это стало уже профессиональным киберспортом. То есть за это платят миллионы долларов. Какие-то шутеры, стратегии игровые, где команда против команды играет, там, шутеры, например, стреляют друг в друга. Это прозвучит дико. Это вот часть ваших будущих клиентов, которые сидят по 10 часов за компьютером. Это профессиональные киберспортсмены. Они зарабатывают миллионы долларов просто. И вот наши белорусские команды уже там проходят потихонечку в мировой топ. И БТР все это поддерживает. Поэтому огромное спасибо БТРе за то, что также их поддерживаете. Еще раз напомню. Компания БТР. Официальный беттинг-партнер клуба «Ювентус» в СНГ. Объединяет технологии «Бизнес-спорт». И чтобы дарить эмоции от азатных развлечений. Удобная навигация, приятный интерфейс, трансляция спортивных событий, прогнозы экспертов и эксклюзивные игры в казино. В общем, новичкам мы дарим. БТР дарит бонус 50 рублей на спорт и 50 фриспинов. Поэтому переходите, забирайте, а мы продолжаем. А мы дарим хорошее настроение и полезную информацию. Вопрос такой. Какие, может быть, из последнего самые сумасшедшие случаи в работе? То есть вы приходите там... Безумцы какие-то есть. Безумное что-то вот. Вы приходите, там такой случай, как будто к Доктор Хаусу идти с ним. Бывало что-нибудь такое? Что-нибудь шокировало вас? Или может что-то такое, что вы кому-то рассказывали и такие, да ладно? Ну я, знаете, наверное, у меня уже мало что может шокировать после такого опыта. Серьезно, я уже научилась не удивляться ничему. Интересный случай один. Может, когда вам было интересно, может, вы взяли какого-то пациента на исследование, или какой-то случай конкретный, вы персонально занялись. Бывало ли что-то такое? Наверное, таких у меня много, но я не знаю, что будет интересно для аудитории. А любой? Любой один случай. Который, помните, рассказывайте. Просто у нас случилось как, с того момента, когда мы начали делать нарезки в ТикТок, именно вот такие истории, когда вы просто рассказываете, казалось бы, вам обычную историю, людям, которые смотрят, им капец интересно. Да, и собирать миллионы потом. Какая-то история, может быть. Допустим, что нам рассказывал по Тоганатам, нам рассказывал про то, как перепутали аппендицит. Он есть там гангренозный, а есть какой-то флегмонозный. И вот там один врач сказал вырезать, а его не надо было вырезать. Или забыли у человека внутри вату, марлю. Он ходил с ней 20 с чем-то лет. Я что-то курьезного, ничего такого не припомню. Сейчас все приблизительно одинаковые приходят. Хорошо, тогда так. Какая самая частая проблема, с которой к вам обращаются? Вот именно в нашем регионе, в Беларуси. Что эндокринный бич Беларуси? Эндокринный бич Беларуси – это все-таки избыточная масса тела. Точно так же, как и во многих других регионах. В принципе, во всем мире это около 50%. А это потому, что мы стали жить в такой жизни, что за нас уже все делают роботы, нам меньше необходимо двигаться, это все вот из-за этого? Вот, кстати, вы говорили про эти кибер-игры. Очень большая категория пациентов, которые приходят ко мне сейчас, например, это как раз программисты. О, прекрасно. У них очень много денег. Это не для эфира. Поэтому они могут все себе позволить обследовать. Иногда они приходят и говорят, доктор, хочу проверить просто все. Вот все. Жируют они, получается. Да, начинается обсуждение. А находятся там самые обыкновенные вещи. Там жировой гипотоз, гиперинсулиномия, инсулинорезистентность, низкий тестостерон и все. То есть получается, что пару пилюль каких-то, условно говоря, на протяжении какого-то времени могут сразу убрать. Плюс активный образ жизни и то, о чем мы говорили, могут привести человека в норму. Понимаете, вот очень великое искушение дать пару пилюль и получить быстрый эффект. Но ведь получается, что этот эффект получаешь, а потом он обязательно открутится обратно. То есть здесь нужно проводить большую работу по мотивации. Гиперкомпенсация есть такая, когда ты на короткой дистанции думаешь, что сейчас я вот так вот так сделаю, и все хорошо. Организм, он же не дурак. Он это понял, что ты ему тут не додал, что-то не делал так раньше. И потом он тебя где-то, это иди сюда. Так есть с едой и с этими диетами. Когда ты пытаешься обмануть организм, ты ему там дефицит углеводов, дефицит, дефицит. Он такой, да-да, братан, хорошо. Поиграем, и потом он просто начинает меньше усваивать, больше запасать. Ну, он сперва съедает мышцы, не трогая жировое отложение. Все-таки он убирает аминогислот, расщепляет все, а потом уже берется за все остальное. Хорошо, а как вы относитесь к БАДам? Я к ним отношусь очень спокойно, потому что они не имеют же никакой доказательной базы. То есть это, по большому счету, на уровне психотерапии или эффекта плацебо. А, то есть они совершенно бесполезны? Нет, я бы так не сказала. В них определенная польза есть, и эта польза тем больше, чем больше вы в это верите. Естественно, что это полезные все вещества, всякие там омега, галлицитин, и все это полезные. Но было время, когда никто этого не применял, и никаких вопросов не было. Сейчас просто тренд. И сейчас человек, когда приходит на прием, когда у него спрашивают, что ты принимаешь, я уже знаю, можно даже вот этот список набрать и копипастом вставлять, потому что это просто абсолютно все. Понимаете? Здоровее ли люди стали от этого, я бы так не сказала, потому что, ну, может быть, потребность в этом возрастает, потому что среда наша, в которой мы живем, ухудшается, это точно. Она не становится лучше, она хуже. Может быть, я так иногда философствую, что, может, поэтому нам и нужно теперь постоянно эти добавки, потому что в среде мы не получаем то здоровое питание, которое было раньше с продуктами. Сколько нужно рыбы съесть, чтобы получить там омегу, чтобы получить из нее там... А где мы берем эту рыбу? Что у нас за рыба? Эту рыбу вообще-то нельзя есть, которую у нас продают. Когда говорят, там селен в яйцах тоже яйца. Какие? Миллион часа есть. Какой там селен? То есть получается, что БАДы – это все сродни, словно, фиточаю какому-нибудь полезному, настою липы. Ну, не до такой степени. А, чуть полезнее. Грудной сбор. Ну, вот условно, например, если у мужчины, то уже программисты приходят, вы видите там ожирение по бокам, такое все, вы понимаете, что у него, скорее всего, мало тестостерона. И есть два выхода. Прописать ему настоящий тестостерон, анаболики полезные, да, там какой-нибудь укол раз в полгода. Сразу нет. Послушайте, если мы начинаем... Если у нас дефицит тестостерона из-за того, что он конвертируется в эстрогены, и мы наверх дадим тестостерону в инъекциях, что мы получим? Больше эстрогена? Да. От этого, собственно, яички не заработают абсолютно. Абсолютно. Если органу помогать, он не будет работать. А что, нужно разворачивать корабль физически? Надо разворачивать корабль, и когда ты понимаешь, что ты его точно не развернёшь своими силами, тогда эта поддержка тестостероновая может быть, но её нужно проводить очень осторожно. Потому что здесь мы скорее задушим собственную продукцию, чем... Так вот, да. И второй вариант — дать ему БАТ, который на основе растительных препаратов, который тоже там чуть-чуть повышает тестостерон. Отлично. Я всегда такие вещи поддерживаю, но, опять же, если это идёт добавкой к изменению образа жизни. Пожалуйста, чем угодно сверху можно посыпать, какой угодно сахарной пудрой. Но просто самое главное, и это вот главное, чтобы человек понял, что главное — это еда. Ну, сон ещё важно, там ещё какие-то нюансы. Но если не наладишь дело с едой, что угодно, какие угодно, БАДы, пей, ничего не будет. Друзья, представляете, вот мы с вами уже четвёртый эфир, четвёртый сезон находимся в этой студии, а к нам приходят разные суперкомпетентные люди, и все мы выясняем только одно, что чтобы изменить что-то в своей жизни, необходимо поменять себя. Не верьте в волшебные пилюли. Не верьте ни во что. Питание, правильный образ жизни, и тогда вот будет всё в порядке со здоровьем. На этом наш эфир сегодняшний подходит к концу. К сожалению, жаль, что... Мы вас пригласим в следующих выпусках. Если вы не против, мы найдём больше времени. Нам очень большое количество тем с вами бы хотелось обсудить. Напомню, что в гостях у нас было врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. К тому моменту уже будет доктор нау, когда человек там в гости придёт. Старш работы более 25 лет. Карлович Наталья Викторовна. Спасибо большое, что пришли. Александр Кухаронок. Меня зовут Саша Сериков. Это подкаст, название которого ещё не придумали. До новых встреч, уважаемые зрители ТНТ. Не пропускайте наши новые серии. Зрители Ютуба, ставьте лайки. Ну а вам, уважаемые комментаторы из ТикТока, мы всегда рады. Мы всегда читаем с радостью и задаём вопросы гостю. Поэтому если у вас будут вопросы к Наталье Викторовне, пишите нам. Мы в следующих эфирах обязательно их обсудим.